Так Обратная задача Это большая сила Давайте совсем быстро Что такое обратная задача? Это когда мы думаем, что мы все знаем про то, как устроена популяция В каком состоянии она находится, какая в ней генетическая изменчивость прежде всего И пытаемся понять, как она до такой жизни дошла Не изображаем из себя Господа Бога, который все знает А понимаем, что мы параметры в наших микроэволюционных процессах не знаем И пытаемся их вывести из состояния популяции Этим сейчас занимают очень много, потому что появилось много данных о том, что в районных популяциях происходит Совсем-совсем быстро Значит, есть факторы микроэволюции Какие из них можно изучать при помощи обратной задачи? Мутационный процесс Изучали долго и яростно Больше не изучают, потому что его можно изучать прямо Зачем изучать обратно, когда можно изучать прямо? Поймай маму, папу и потомка Секвенируй к чертям, сравни генотипы Вот Маша вам может рассказать, как это делается Вот, и обратная задача стала не нужна Отбор Отбор померить напрямую практически невозможно Потому что, ну вот, выйдете там на поле Посмотрите на лужайку, поросшую одуванчиками И помедитируйте на тему о том, как меняется приспособленность одуванчика Если у него в таком-то белке такая-то именно кислота Аланин меняется на глицин И после получаса такой медитации Возвращайтесь обратно И вы поймете, что обратная задача для изучения естественного отбора чрезвычайно важна Способ размножения Казалось бы, довольно дурацкая идея Изучать непрямым образом способ размножения Как это, вот посмотреть, как это, грубо говоря, они занимаются сексом или не занимаются Но это легко сделать, если это носороги Тоже не очень легко сделать, потому что носороги злые и живут в джунглях Но если это какие-нибудь коловрадки, делать вообще практически невозможно И вот сейчас Оля в нашей лаборатории, Оля Ваховшова, занимается обратной задачей для коловрадок Но все говорят, что они бесполые, но охрен их знает И вот она сейчас секвенирует геномы коловрадок Чтобы посмотреть, структура популяции клональная коловрадки или не клональная И бывали случаи, когда скотина, никто у нее не видел никакого полового размножения А потом смотрят на структуру популяции и видят, что структура совершенно не клональная И несет на себе все отпечатки Хагди-Вайнберга, линк-дезэквилибриума Разрушенного между далекими локусами и так далее Так что, как это не смешно, половой способ размножения обратным образом часто имеет смысл изучать Популяционная структура Ну, возрастная структура, ее все-таки обычно можно напрямую посмотреть Померивши возраст разных тварей А вот пространственную структуру часто приходится изучать непрямым образом Ну, прежде всего, по генетической дифференциации Это, на самом деле, большая, сложная и очень красивая наука Но на нее у нас совсем нет времени Так что, обратную задачу в применении к пространственной структуре Я вам только сказал, что ей много занимались Была классическая работа Сладкина 1987 года Еще некоторое количество работ Но мы этим заниматься сейчас не будем И, наконец, дариф То есть, измерение эффективной численности популяции Дариф Значит, когда вы пойдете медитировать по части отбора у одуванчиков Помедитируете также по части дарифа у одуванчиков И вы совсем свернетесь Значит, поэтому мерить скорость дарифа напрямую вообще невозможно Ну, значит, здесь я уже это говорил Давайте повторю совсем быстро Для нейтральных участков генома У нас есть эпохальная формула 4Ng Уравняется H Где H это Нуклеотидное разнообразие И мы эту формулу С коллицентных соображений вывели, правильно? Поскольку расстояние до общего порядка Двух случайных генотипов Ожидаемое 2NE Соответственно, вот мы ее Возраст общего порядка 2NE поколения назад Вот мы ее, собственно, и вывели Вот И поскольку мы теперь можем напрямую мерить скорость мутирования То мы тем самым можем таким образом определять Эффективную численность популяции Что чрезвычайно важно А теперь все-таки поговорим Совсем немного О Об 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 Обратной задаче в применении к естественному отбору Отбор у нас бывает Трех сортов Положительные Отрицательные И балансирующие И Как объяснил мне Шамиль Я Заимствую у него Как это, педагогику Этой таблицы Таблицу Шамиль не придумал Не себе Не меня себе придумал Мне рассказал Значит Очень Получительно Сопоставить Как Эти формы отбора Влияют На Две вещи Во-первых Вероятность Фиксации Мутации И во-вторых Время Время Полимуржности Вот у меня возникла мутация Она может быть Под действием положительного отбора Отрицательного Или балансирующего Как это влияет В сравнении с нейтральной Селективно-нейтральной мутацией Как это влияет На вероятность Фиксации Этой мутации И на время Которое Эта мутация Будет В популяции Болтаться Ну Что делает Положительный отбор С вероятностью Фиксации Увеличивает Или уменьшает Увеличивает А отрицательный Уменьшает А балансирующий Отбор любит тебя Балансирующий Если И пока Ты редкий И поэтому Он тебе не надо Зафиксироваться Уменьшает А во время Пока В течение Которого Эта популяция Будет И эта мутация Будет Полиморфной То есть Не ноль частота И не единица Для положительного отбора Уменьшает Конечно Потому что Он тебя Тащит к фиксации Для отрицательного Тоже уменьшает Возникла Вредная мутация Она тоже уменьшает А для балансирующего Увеличивает По-моему Исключительно полезная таблица Шамиль ее придумал Вот Значит В общем Все методы Обнаружения Отбора То есть Все Вся обратная Задача Применения К Отбору Основана На этих Соображениях Не вся Конечно Я говорю Но очень большая часть Значит Давайте Отрицательный отбор Отрицательный отбор Он тупой Он уменьшает Скорость эволюции И уменьшает Изменчивость Ну Вы знаете Есть там Программа Для поиска Для аннотации геномов Под названием Твинскан Сравнивает Геномы И там Где они похожи Это наверно Их зоны А там Где они не похожи Это значит Наверно интернет То есть Просто Если взять Много геномов И тупо их Между собой Сравнить То Мы увидим Участки Похожие Это будут Участки Под отрицательным отбором То же самое Можно делать Внутри популяции Вот сейчас Маша заканчивает Этитив Про шизофилмов Можете ее почитать И увидеть Как там Обнаруживается Отрицательный отбор В гиперполиморкной популяции Если какой-то Нуклеотид Ну Для отдельных Нуклеотидов Согна делать Отверждение Но если какой-то Сегмент Генома Внутри популяции Очень мономорфный Значит Наверное На него действует Отрицательный отбор Тут все Достаточно Просто Есть вопросы Про обнаружение Отрицательного отбора Мы его обнаруживаем По замедленной Скорости революции И по Сниженному Полиморфизму Ну И по избытку Редкохолелии Мы с вами Это обсуждали В начале Помните Редкохолелии Может быть Не просто дело В уровне Полиморфизма И еще В избытке Редкохолелии Вот Отрицательный отбор Это просто Давайте поговорим Про обнаружение Положительного отбора Положительный отбор Может быть Разный В том смысле Что В разное время Может быть Он произошел Когда-то давно А может быть Он произошел Совсем недавно Или вот Или вот Прямо сейчас Вот происходит Положительный отбор Значит Совсем Совсем Грубо Я тоже Всеобъемлющую картину Давать Не пытаюсь Но Совсем Совсем Грубо Значит Положительный отбор Лучше всего Виден По ускорению Скорость революции Скорость революции Меряют Ну Характеризуют Количеством Замен на сайт Пускай у меня будут Сайты важные И неважные Важные будем Изначать буквы И А неважные Important А Неважные буквы Н Not Important Если у меня Скорость революции Важных сайтов Больше Скорость революции В неважных сайтах Я кричу Ура У меня действует Положительный отбор Ну Что такое Важные сайты Ну Например Важные Это Сайты Там Вторые положения Кодонов Где значит Несинемичные сайты А Неважные Это Третье положение Кодонов Синемичные сайты Вот Это Замечательные критерии Одна У него Есть беда Что он не работает А Не работает он По той причине Что Среди моих Важных сайтов Наверное Большая часть Важных сайтов Будет под действием Отрицательного отбора Вообще Главная проблема Обнаружения положительного отбора Заключает в том Что отрицательного отбора Гораздо больше Если я Поревно Не могу Разделить Важные Отборные сайты На Отрицательные отборные Положительные отборные То У меня Отрицательные отборные сайты Всю Малину Пут Вот И Поэтому Очень нечасто Мы видим Такие Белки В которых Несинемичные сайты Эволюционируют Быстрее Синемичных Если Настаривать на таком Критерии То Мы можем заключить Что вообще Положительного отбора Нет Он на самом деле Конечно есть А просто Сигнал положительного отбора Забивается Сигналом Отрицательного отбора В сайтах В сайтах Тех же классов Вот И Поэтому Существует Более Более Тонкий И более Умный Тест Который Называется Тестом Макдональда Критмана Который Вот такой вот Мы Требуем Ну давайте Мы вот этот Грубый тест Запишем так Что мы хотим Чтобы Ки Поделить на Кн Было больше Единицы А Это Грубый тест А Тест Макдональда Критмана Он Такой Мы требуем Чтобы Отношение Скоростей Эволюции Важных К неважным Нам главное Иметь хорошую Выборку Неважных сайтов Про которых мы более-менее уверены Что они Нитеральные Ну Синемические В первом приближении Считается что годятся Вот Надо чтобы это отношение Было не обязательно Больше единицы А чтобы оно было больше Отношение Уровень Полиморфизма В важных И неважных Это Существенное Ослабление Требования Существенное Облегчение Потому что Уровень Полиморфизма В неважных Гораздо больше Чем важных Так что Это Скажем у человека Примерно 0.3 Так что Надо чтобы это было Не больше единицы А больше 0.3 И это Гораздо лучше Царство Этот предложен Был Четверть века назад Крайтманом Ну и его учеником Макдональдом А Крайтман Тот самый Крайтман Который ученик Ливонтина Который ученик Добжанского И этот Значит Крайтман В 83 году Опубликовал Первую работу О полиморфизме На уровне ДНК А В 91 году Значит Предложил тест Макдональда Крайтмана А когда он Его докладывал Я сидел Рядом с Чарльзвоксом И Чарльзвокс Дрял о себе Остатки волос Пел Британские Патриотические Песни И грязно Матерился По британскому Обычаю Потому что Он об этом Думал много лет Но не довел До конца Он так сидел Кричал Фак Фак Вот Чарльзвокс 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 Великий И Экзальтированный Когда он Был Заведующим Кафедрю Революционной Биологии В Чикаго Он все Поиспоряжение По кафедре Подписывал Словами God say the queen Потому что Он британец Что там У них происходит В колониях Ему плевать Вот Значит А потом Он уехал Обратно В Британию А сейчас Сидит в Эдинбурге И пишет Ужасные Страстные Книжки Его надо Быть Давайте Залучим сюда Чарльзвокс Чарльзвокс В Тюрьмании Приедут Ну вот Но надо Их Как-нибудь Заманить При всем Моем уважении Клинчу Чарльзвокс Как мыслитель На два парня Чарльзвокс Просто сильнейший Те кто сейчас Существует После смерти Мейнерда Смитта Чарльзвокс Сильнейший Хотя Линч тоже Отличный Так Значит Совсем Коротко Как этот тест Макдональда Крайтмана На чем он основан Он основан Вот на какой гипотезе Пусть у меня есть сайты Трех сортов Инвариантные Нейтральные И Под Положительным Отбором Это Подразделение Сайты Сорех сортов Среди Важных Будем считать Что все мои Неважные Реально Неважные А среди важных Есть инвариантные То есть Под очень сильным Отрицательным Отбором Вот у меня в белке В этом месте Должен быть паралин Если у меня там Не паралин Я сразу дохну Значит В инвариантных Сайтах И К равно нулю И А Равном нулю А В Нейтральных Сайтах К Равняется К Неважным И А Равняется А Неважным Они Хоть Они Находятся В классе Потенциально важных На самом деле Они неважные И Наконец Сайтах Под положительным Отбором Значит В них Аж Равняется Нулю А Значит К В них Какое К В них Какое-то Большое Вот И Если Все это дело Аккуратно Посчитать То Из такой Гипотезы О том Что Значит Сайты У меня Подразделяются На Сайты Которые Я считаю Проверно Важными Подразделяются На три таких Класса Получается Значит Вот такая Вот Получается Вот такой Вывод Более Того Доля Сайтов Под положительным Отбором Определяется Так Надо Это Поделить На Это И Вычесть Единицу И Вот Эта Вот Штука Насколько Это Отношение Превышает Это Отношение Единица Вычитается Из всей Эта Хрена Скобки Поставим Значит Насколько Насколько Это Отношение Больше Единицы Вот Такая У меня Доля Замен Предошедших Под положительным Отбором И Здесь Есть Свои Подводные Камни В этом Тесте В частности Сайты Инвариантные Может Оказаться Что Там Отрицательный Отбор Достаточно Силен Чтобы Запретить Эволюцию Но Недостаточно Силен Чтобы Предотвратить Появление Каких-то Редких Полиморфизмов И там На эту тему Куча Всякой Науки Констант Терри Уокера 15 сотых Появляется Что Полиморфизм Частотой Меньше 15 сотых Лучше Выкинуть Нахрен В общем Много Всякой Науки Но Тем не менее Это Очень Такой Стандартный Метод Для изучения Положительного Отбора Значит Здесь мы Используем Данные О дивергенции Между видами Которые нам Нужны Для того Чтобы получить К И Полиморфизм Той Какого-то Вида Вот А несколько Лет назад Егор и я Придумали Другой Тест Который Еще Лучше Тест Совсем Простой Предположим Использующие Те же Данные Совершенно По-разному Тоже Предположим Что у меня Есть какая-то Филогения Вот это Всякие Обезьяны Это Человек И в Человеке У меня Есть данные По Полиморфизму И вот Мы видим Что у меня Там Здесь Аллеля Маленькая А А Начиная Отсюда Аллеля А Большого Значит Здесь У меня Там После Ответвления Орангутанга Или Кого там Макаки Произошла Замена А Маленькая В А Большого Дальше У всех А Большого Теперь Я беру данные О Полиморфизме В популяции Человека И У меня Значит Основное Аллеля Большое Но Амаленькие Снова Возникают За счет Мутаций Эмоционный Процесс Ничего Не знает Что там 20 миллионов Лет Назад Заменилось И смотрю Что делает Отбор С Амаленькими Современной Популяцией Человека И Если Я вижу Что Амаленькие Находятся Под отрицательным Отбором Значит Когда У меня Амаленькая Заменилась На Абольшое Это был Положительный Отбор То есть Если Сейчас У меня Действует Отрицательный Отбор Который Охраняет Те Сайты Те Аллели Которые Относительно Недавно Возникли В результате Замещения То Когда Они Возникали Они Возникали Под положительным Отбором Вот Такая Нехитрая Мысль И Значит Мы Тоже Наполучали Кучу Всяких Полезных Результатов С Использованием С Использованием Этого Подхода Это Все Изучение Положительного Отбора Который Происходил В далеком Прошлом А если Положительный Отбор Произошел Недавно То Мы Смотрим На Провалы Возменьчивости Вот Маша На них Два Года Смотрела И Она Вам Может Сказать Пошло Это На пользу Или Нет Я Могу Сказать Что Частично Пошло Но В общем Там Совсем Не Так Все К сожалению Просто Как Хотелось Бы Если Кто Любит Ужасные Тяжелые Математические Статистические Вычислительные Хейнерит Какие Задачи То Вот Вы Можете Все Бросить И Потратить Лет Пять На Писание Хороших Алгоритмов И Главное Программных Этих Самых Тулов Совтерных Для Добывания Положительного Отбора Из данных О Генетической Изменчивости У нас Маша Сделала По 12 Экземпляров По 12 Геномов Шизика Русского Американского А у меня Сейчас Есть Еще 150 Русских Шизиков 150 Американских Вот Я Нелегально Русских Шизиков Померю По Американским Шизиков По Россию Они На всех Хранятся Их Можно Вырастить Ресеквенировать Если Кто Напишет Такую Программу То Мы Вырастим Ресеквенируем По 150 Русских Американских Шизиков По Моему Это Сияющая Перспектива Я Всем Советую О ней Подумать Но Маша Я Не Предлагаю Потому Что Я Думаю Что Она Не Хочет Больше Никаких Шизиков Но Если Хочет То Мы Их Вырастим Вот Значит Это Тяжелая Наука Но В Какой-то Степени Она Работает Бывают Провалы В Изменчивости Которые Безусловно Вызваны Положительным Отбором Вот Тут Произошел Селектив Слип Мы Это Видим Но Когда Пытаешься Вытащить Количественные Оценки Тут Положительным Отбором Который Мы Прямо Сейчас Видим То Это Все-таки Результат Недавнего Замещения Но Уже Она Закончилась А Вот Мы Можем Видеть Что У У У У Кого-то Аллели А Маленькая А У Кого-то Аллели А Большое И Эти А Большие Вот Сейчас Их Отбор Положительный Тащит К Фиксации Как Вы Думаете Как Мы Что Расщепляющийся В популяции В расщепляющемся Локусе Какой-то Аллель Под действием Положительного Отбора Если Он Для Своей Частоты Так Абсолютно Неприлично Молодой Даже Случайный Дариф Не может Там За 10 Поколений Сделать Частоту Аллеля 50% Или 30% И Если Мы Видим Что Какой-то Часто Аллель Очень Очень Молодой Значит Его Тянет К фиксации Положительный Отбор А как Мы Определяем Возраст Аллеля Ну Вот Например Пашамиль Если Вокруг Всех Это Х Большое Здоровый Кусок Один И Тоже Значит Это Копии Мутации Возникли Совсем Недавно Если Эта Мутация Достигла Большой Частоты Значит Ее Тянет За Уше Вверх Положительный Отбор Такое Иногда Мы Видим В частности Популяция Человека Хорошо Значит Это Я Вам Рассказал Совсем Совсем Варварским Образом Об Обратной Задаче Но Значит Если Вы Усекли Структуру Популяционно-генетической Теории Что Там Есть Прямая Задача И Обратная И Мы Можем Изучать Такие 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 Формы Отбора То Это Собственно И Единственное Что Полезно Запомнить Человека Который Не Поведет В Отличии От Некоторых Остаться К своей Жизни В Эзотерических Выравнениях Так У нас Осталось 15 минут Как Вы Хотите Их Потратить Есть Два Варианта Мы Действительно Сосредоточились На Формальной Теории И Совсем Не Говорили О Биологии Значит Давайте Поговорим О Биологии О Оргусский Снежный Ком И Видообразование К сожалению Пойдут Нахрен Им Я Просто Не Успеваю Рассказать Значит Что Конечно Ужасно Обидно Но Видообразование Это Большая Тема Теория Видообразования Я И Занимался В молодости Я Очень Люблю Есть Но Мне Минимум Два Часа Нужно Включите Пожалуйста Эту Фиговину И Будем Смотреть К Ритинке Значит Это все Была Теория И Давайте Мы Тупо Теперь Поведемся По Данным Мы Уже Проходились По данным В самом Начале А теперь Пойдемся По ним Снова И Обсудим Вопрос Пожалуйста Следующую Презентацию Включите И Значит Рассмотрим Вопрос О том Что же Происходит В природе Здесь Свет Где-нибудь Выключается Вот Здесь Это Контринтуитивно Ага Вот Это Вот А то В конце Концов Зачем Мы Мучились И Всю Эту Теорию Изучали Значит Опять Таки Мы Уже Говорили О Структуре Изменчивости Популяциях Но Мы Говорили На Наивном Уровне Просто Так Как Это Что Вижу О Том И Пою А Теперь Мы Можем Поговорить О Данных Уже Сказать Будучи Просвещены Пониманием Всяких Ужасных Теорий Значит И Можно Это Делать По-разному Но Мой Подход Селекционистский И Смотрю На Все С точки Зарения Естественного Отбора Значит Помните Мы говорили О Дисперсии Относительных Значений Дисперсии Относительных Значений Разных Признаков В том числе Приспособленности И Отбор Зависит Естественно Не от Дисперсии Реальной Приспособленности То есть Не от Дисперсии Реального Количества Потомств А Отбор Зависит От Дисперсии Унаследованного Количества Потомков И Значит Все это Мерить Достаточно Сложно Но Когда Эти Измерения Проводятся То мы Значит Сплошь Рядом Наблюдаем Существенную Дисперсию Во всех Популяциях Существенную Дисперсию Всех Признаков Так или иначе Связанных С приспособленностями В том числе И у человека Там Между Чем Больше Общих Маркеров У Двух Женщин Тем Больше Будет Сход Своих Числа Детей Казалось Б С чего А вот Отбор Современной Популяции Человека Тоже В какой-то Степени Действует Значит Это На самом деле Загадка Порода Потому что Помните Теарему Фишера Что нам Говорит Теарему Фишера Что выживают Наиболее Приспособленные И В результате Всего Значит Дела Средняя Приспособленность Растет Леток Пора бы уже И закончить Значит Иными словами То обстоятельство Что во всех Породных Популяциях Которые Достаточно Тщательно Изучены Мы Наблюдаем Хорошее Действие Естественного Отбора Хорошую Наследуемую Изменчивость Приспособленности Означает Что Что-то Значит Мешает Зафиксироваться Наиболее Приспособленному Алину Или Иными словами Можем Сказать Что у нас Есть Какой-то Груз Какой Груз Это Может быть Груз Запаздывания Условия Меняются Положительный Отбор Работает И мы Когда мы Видим Наследуемую Дисперсию Числа Потомков На мамашу Это мы Видим Действие Положительного Отбора А может Мы Видим Действие Отрицательного Отбора Безусловно До какой-то Степени Видим Каждый Из нас Несет Тысячи Слабовоедных Аллелей Числа Детей Это обстоятельство Как-то Отражается А может Быть Мы Видим Балансирующий Отбор Как Вот У меня Много Детей Потому Что Я Очень Гитарзиготный А дядя Вася У него Мало Детей Потому Что Он Очень Гомозиготный Может Быть И так Значит Мы Не знаем Какие Формы Отбора Отвечают За то Обстоятельство Что На грубом Просто Феноменологическом Уроводе В смысле Дисперсии Унаследованных Значений Приспособленности Мы Видим Существенный Отбор Во всех Изрученных Породных Популяциях Моя Гипотеза Заключает В том Что 95% Отбора Которые Мы Видим Это Отборы Отрицательные То есть Отборы Против Редких Вредных Халлелей Которые Никогда В жизни Не зафиксируются 3% Отборы Которые Мы Видим Это Отбор Положительные И 2% Отбор Балансирующие Но Эти Цифры Абсолютно Безответственные Что На самом Деле Никто Не знает Это Первая История Вторая История Инбридинг Мы Сами Обсуждали Инбридинг Наиболее Распространенный Феномен Наиболее Универсальный Феномен Инбридная Депрессия Вот Комары Это Коэффициент Инбридинга То есть Вероятность Того Что Аллель В этом Комарике Мамкин И папкин Что они Идентичны По происхождению Значит Это ноль Это скрещивание Брат-сестра Это еще более Жесткое скрещивание Это значит Сколько Мотылей Или Какие там Личинки Этот комар Отложил Вот видите Какое жесткое Убывание Я вам говорил 1% Увеличение Одентитры Бэрдисент Примерно на 1% Снижает Приспособность Но это только Первое приближение Так Вот здесь Снижение Это отбредные Белые А черные Это инбредные Это в лаборатории А это Практически В диких условиях Это у мышей В лаборатории Еще ничего Если ты инбредный Хуже Но ничего А если ты В дикой породе Инбредный Тебя там Совсем Сожрут Это очень часто Наблюдаются Такие взаимодействия Генотип Сайда Значит Вот когда В породе Когда в жестких Условиях Эффекты Отбора Гораздо Сильнее Две Возможных Причины Инбрединга Может оказаться Извините Две Возможных Причины Инбредной Депрессии Значит Приспособленность После инбрединга Может быть Снижена Если имеет место Сверхдоминирование То есть Лучше всего Быть просто Тупо Гетерозеготой Либо Сверхдоминирование Может не быть А просто Доминирование Гомозегота Извините Гетерозегота Не лучше Гомозегота Она даже Капельку хуже Хорошей Но много Много Лучше Плохой То есть Вредная мутация Просто Рецессивна Вот Гетерозеготные Сидят здесь Часть Инбредных Уходят сюда И Им делается Чуть-чуть лучше А часть Инбредных Уходят сюда И много Хуже Средний Эффект Отрицательный Так вот Первая работа Харо Опубликованная В 49-м году Была О развлечении Сверхдоминантной И доминантной Модели Инбредной Депрессии И в общем Вот и ныне Там То есть Сейчас Сверхдоминирование Никто не верит И все считают Что Оно вот так вот Но на самом деле Никто не знает Так Значит Аллели нейтральные Видимо Среди всех Классов Сайтов В геноме Больших Классов Самые Полиморфные Сайты Это нейтральная Аллелия И самая Быстро Революционирующая Нейтральная Аллелия Что Является Лишь То сказать Альтернативной Формой Высказывания О том Что Отрицательный Отбор Гораздо Сильнее Положительного Практически Нету Больших Функциональных Классов Аллелии Которые Все были Под положительным Отбором Значит Какова доля Нейтральных Сайтов В геноме Зависит От того Какой геном Знаете Какой геном Рекордный По Величине Нет Шизофилом Рекордный По Изменчивости Но По величине Шизофилом Маленький Он тем-то и хороший Он 38 миллионов По величине Тупо По величине Какие Вот у нас С вами Геном 3,5 миллиарда Это не так плохо Но Есть растение Называется Ёлка У него Геном 20 миллиардов А есть Рыба Называется Легочная рыба У них Геном 90 миллиардов А Знаете Есть такое растение Вороний глаз Так вот У нашего Русского Воронего глаза У него Вшивый геном Всего 50 миллиардов А у Японского Воронего глаза 150 миллиардов Это Рекордсмен Мира Европы И Олимпийских По величине Генома Он был Японским Реченым Олегом Гусевым Тайно Привезен Сюда И посажен Нас Водсаду Так что Если у кого-нибудь Из вас Есть очень-очень Богатый Папа Или дядя То принесите Несколько миллионов Долларов И мы Сиквенируем Человеком Генома Японского Воронего Глаза Это будет Сильная Робота Я думаю Что Маша Логачева Будет Частливаться За 5 Миллионов Долларов И его Сиквенирует Наш Пиломин Будет Год Дымиться Потом Мы 20 лет Будем Гробить Компьютер И этот Дорогский Геном Собирает А рассказывал Я эту Душерезряющую Историю К тому Что Такой большой Геном Он набится Крепараша Естественно Но Компактный Геном Например Шизофилума Или тем более Бактерии Он наоборот По большей части Видимо Важный В нем Ну Отдельные сайты Конечно Более менее Нейтральные Что там были Большие Сегменты Большие Псевдогены Там у мухи Дорозофилы Геномы Псевдогенов Очень мало А у нас Псевдогены Столько Сколько Генов Так что Геномы Грубо говоря Большие Набитые Всякой Дренией Нейтральные А маленькие Наоборот Хорошие И Отличные Вредные Мутации Значит Это мы Уже Обсуждали Я несу Тысячи Несенемических Вредных Мутаций И видимо Гораздо Средние Животные Для мух Это делали Для рыб И недавно Сделали Для людей Хотя я не очень верю В результатам Несет Одну Дверь Этексивных Летали Ясно Что доминантную Летали Нести нельзя Если я несу Доминантную Леталь То я помер А если Я в гетерриготе Несу Этексивную Леталь Ну отлично Но можно Сделать Инвейдинг И посмотреть Сколько В геноме Сидит И когда Это делают Оказывается Одна Две штуки Что ужасно Любовытно Потому что Лософанкшенов Порядка Ста То есть Большая часть Лософанкшенов Которые В геномах Болтариваются Они Даже в гомозиготе Не летали То есть Предление Коэффициентов Отбора Очень интересные Вопросы Об эволюции Микроэволюции Вымирания Вот Допрощительно Эту тему Линча Потому что В общем Он это Придумал Но То есть Не он Конечно Один Но Он внес В этот Большой Флот Рассуждаем Мутейшнел Мелдауне Когда Популяция Может вымереть Чисто из Экологических Причин По экологическим Причинам Там плавали В озере Рыбы Там озеро Осушили Или отравили Рыбы Сдохли Никакая генетика Здесь ни при чем Но Могут и Генетические Причины Приводить К Вымиранию Во-первых Если Может быть Увеличение Гомозиготности Малой популяции И Значит Инбредная Депрессия Ну Непонятно Если Случайное Скрещивание Можно ли Это называть Инбредингом То есть Популяция Маленькая В ней Увеличивается Гомозиготность За счет Дрейфа И Это может быть Плохо Если Вредная Мутация Рецессивная Значит Во-вторых Вредные Мутации Могут Просто Фиксироваться За счет Неэффективного Отбора И Генетическая Изменчивость Теряется И Потом Если Популяция Вдруг захочется Революционировать А ей Это значит Не получается И часто Бывает Что популяция В породе Страдает Именно Из-за Генетических Причин И туда Запустить Производителя Из другой Популяции И популяция Оживает Такое Много Раз Видели Ну и Наконец Положительный Отбор Как часто Мы наблюдаем Положительный Отбор Ответ Фиг его знает Товарищ Командир Никто Не знает Сколько Происходит Там За поколение Замен Движимых Положительным Отбором В ходе Эволюции Там Обычной Такой Типичной Линии И Каковы Типичные Коэффициенты Отбора Которые Эти Замены Продвигают Мы не знаем Если Ко мне С пистолетом Представить Я скажу Что В среднем Одна Замена На 100 Поколений И Коэффициент Отбора 3 на 10 Минус 3 Но Это Абсолютно От балды И Истинные Цифры Могут быть Очень сильно Разными Вот Ну ладно На самом деле В самом Нулевом Приближении Это все То есть Можно Рассказывать Еще Ужасно Много Я У меня Рассказал Про Бифуркации Адаптивных Ландшафтов О чем Очень Жалею И Не Рассказал Про Теорию Теорию Видобразования Там Есть Красивейшая Теория Реала Патарическое Видобразование Симпатарическое Но Значит Нельзя Убъять Неубъятное Так Хорошо Всем спасибо Все свободны Значит Значит Я Пришлю Список Вопросов Там Ближайшие Дни Если Вдруг Не Сделаю Пожалуйста Вы Мне Напомните И Укажите На Мои Ошибки Значит Мой Скайп У вас Есть Я Здесь Буду Восьмого Девятого Экзамен Пятнадцатого Шестнадцатого Все